Барыш Ардуч рассказал о новом сериале и возможностей сняться вместе с супругой Гипсе Азай. Шок для фанатов. Продюсер объявил о финале сериала «Красные бутоны». Никогда не расставались? Мюге Дагестанлы раскрыла правду об отношениях Мерта Рамазана Демира и Афры Сарачулу. Журналистка Мюге Дагестанлы представила новые предположения о взаимоотношениях Мерта Рамазана Демира и Афры Сарачулу. В своей статье она дала два предположения. Первая – пара на самом деле даже не расставалась, а лишь создала такую ведьмость, ведьма, ради хайпа. Несмотря на то, что они проводили отпуск отдельно, Мюге утверждает, что пара продолжала тайно встречаться. И в доказательстве этой версии она говорит о том, что Мерта испытывал явное затруднение, когда отвечал на вопрос о своей личной жизни. Когда его спросили, можно ли сказать, что во его жизни никого нет, он ответил именно. Но, по мнению Мюге, это звучало неубедительно. А Афра Сарачулу хранила молчание. Вообще-то очень многие актеры предпочитают не афишировать свою личную жизнь и на подобные вопросы отвечают именно так. Значит, госпожа Мюге Дагестанлы не уверена во всех актерах и в их искренности. Может быть, она и права, но это, извините, не ее дело. Второе предположение касается конфликта между Афрой и Мертом перед ее поездкой в Америку. Она заявила, что ссора была несерьезна и не привела к разрыву отношений. Скорее, это взаимная ревность, мелкие обиды. И пара таким образом выразила свои чувства, отписавшись друг от друга в социальных сетях. Но это не было окончательным расставанием. Вообще-то хорошо быть турецким журналистом. Я могу высказать примерно то же самое. И что, я буду считаться журналисткой? Это скорее бабушка на лавочке, а не журналист. Я помню, недавно она описывала таким же образом зарплату актеров в этом сезоне. И даже умудрилась написать о зарплате Демета Сдемир, которая, кстати, в этом сезоне не снимается в сериалах. Но зарплату она ей приписала. В общем, человек фантазирует как может и за это получает зарплату. Я бы тоже от такого не отказалась. Фантазии у меня тоже хватает. Почему бы и нет? Берсена Алтунташ сообщила, что в сериале «Дикий» Ябани завершается сюжетная линия персонажа Симай Барлас. Во втором сезоне зрители увидели последние сцены с участием актрисы, которая играла главную роль в проекте НТС Медиа. Уход Симай из сериала вызвал интерес публики, особенно после того, как она рассталась со своим партнером по съемочной площадке Халитом Асгюром Сары. Но журналистка утверждает, что эти события не связаны между собой. Вообще, изначально завершение истории Руи планировалось в конце первого сезона, но было отложено из-за продления сериала. Новая команда сценаристов завершила арку персонажа во втором сезоне, и Симай покинула проект после того, как закончила работу в оговоренных в контракте 39 сериях. Очень удачно прикрыли большим количеством словесного мусора очень простую идею. Актриса подписала контракт на 39 серий и не захотела его продлевать. Что вполне понятно, поскольку, к сожалению, Дикий падал в рейтингах постоянно, и его продление на второй сезон не дает шансов на то, что история продолжится. Шансы дает только рейтинг, а он, увы, не очень хороший и продолжает падать. Но об этом я расскажу чуть попозже. В результате Симай вполне логично решила, что в новом сезоне нужно искать новую работу. Но поскольку человек она ответственный, то снялась еще в двух сериях, чтобы логично завершить эту историю. Что касается ее отношений с Халитом, я вполне могу принять тот факт, что она действительно завершила с ним отношения после окончания съемок в этом проекте. Вообще так часто очень бывает, когда люди общаются между самой на съемках, кажется, что это любовь, а когда работа закончена, то общих интересов не остается, и происходит совершенно естественный процесс, они расстаются. Одно с другим действительно мало связано. Она ушла не потому, что поругалась там, или что-то еще с Халитом, а просто потому, что отношения подошли к своему логическому финалу. И я надеюсь, что рано или поздно она найдет человека, с которым будет счастлива не только на съемках какого-то очередного проекта. Ну, в принципе, это у всех так. Пока мы найдем свое настоящее счастье, приходится проживать несколько не очень удачных отношений. Надеюсь, что Симай в ближайшее время появится уже в новом проекте. Желаю ей всего самого лучшего. Ну, а что касается сериала «Дикий», то я думаю, что его судьба на турецких экранах будет недолгой. Берсен Алтунташ сообщила, что актриса Азли Манен станет партнершей Мурата Хана в сериале «Разведка». Пятый сезон популярного сериала компании «Тим Зенби» выйдет на экраны сегодня, 22 сентября, и нам обещают, что он будет совершенно не похож на предыдущие. Режиссер Бурак Арлиель представит новый концепт под лозунгом «От Алтая до Туны». Напоминаю, что главные роли играют Талга Сарыташ в роли Алтая и Айбуке Пусат. Талга будет охранять персонаж Айбуке. Актеры уже работали вместе в сериале «Обещания», так что повторение популярного дуэта ожидается с особым нетерпением. Также к касту присоединилась Тувана Тюркай, Мурат Айген, Усхан Чакыр, Гизем Гюнеш и некоторые другие. Посмотрим, будет ли сериал похож на «Обещания». Пока я вижу, что персонаж Талгиса Айташа очень похож на его предыдущий образ, который был в популярном сериале, который также снимала компания «Тим Зенби». Но почему бы и нет? Его очень любят. И я думаю, что если сценарий не подкачает, то этот сезон будет очень популярен. Ну а как оно обстоит на самом деле, мы узнаем уже завтра, когда объявят рейтинги первой серии нового сезона. В Стамбуле завершились съемки сериала «Эхо» для цифровой платформы «Таби». Сюжет вращается вокруг непростых испытаний, с которыми сталкивается банкир Эрай. В этой роли снялся Джихангир Джейхан и его отношения с Берин, Синемюнсал, в которую он влюбляется. Эрай, который работал менеджером в крупном банке, оказывается на перепуте, когда не получает заслуженное повышение. Его карьера, к которой он шел долгие годы, оказывается под угрозой. Теперь ему предстоит сделать важный выбор. Продолжать свою жизнь как честный банкир с моральными принципами или сбиться с пути, чтобы добиться того, чего он заслуживает. Сериал состоит из 10 серий. Сценарий и режиссура Азана Аксунгура. Что-то мне подсказывает, что Эрай выберет второй вариант и покажет всем Кузькину мать. Честный банкир – это почти как сказочный персонаж. А вот банкир, который проворачивает махинации, это вполне жизненно и, я думаю, многим зайдет. Вообще, вы заметили, что на цифровых платформах всегда показывают более неожиданные сюжеты, нестандартные, рассчитывая на привлечение пусть и небольшой, но очень интересной для этих платформ аудитории. Людей, которые могут подписаться на них и затем уже продолжить платить каждый месяц, что гораздо выгоднее, чем каждый раз привлекать рекламодателей, которые то приносят денежки, то уносят их, если рейтинги упали. А тут очень стабильно. Если вы делаете продукт, который устраивает зрителей, пусть и небольшую его часть, они будут продолжить смотреть, продолжать подписываться на эту платформу. И, в принципе, такой финансовый механизм гораздо более стабилен, чем все рейтинги, рекламодатели, банки и все прочее, что существует сейчас на турецком телевидении. Так что я рада, что цифровые платформы в Турции развиваются, и развиваются они в правильном направлении, создавая нестандартные проекты. Я надеюсь, что в ближайшее время цифровая платформа Таби придет и в Россию. Кстати, об этом уже был разговор. Это же государственная платформа, так что для них, в общем-то, дублирование на русский язык будет вполне естественным продолжением государственной политики, экспансии турецкого влияния на страны, которые прилегают к Турции. Так что я думаю, мы этот проект рано или поздно тоже увидим. Вчера состоялась премьера мюзикла «Оскаровские сцены», в котором главные роли исполнили Ямур Юксель и Фрад Челик. Появились уже в сети некоторые фотографии и видео из этого спектакля, в частности, танго, который исполнили актеры. Барыш Бакташ посетил премьеру мюзикла своей партнерши по сериалу «Кровавые цветы», и это, конечно, очень приятно, когда актеры дружат и поддерживают друг друга не только по поводу выхода очередной серии своего сериала, но и болеют за другие работы своего партнера. Я думаю, что для Ямур этот сезон «Кровавых цветов» станет последним. Скорее всего, она найдет себе другую работу. Вообще, когда актеры работают не только в сериалах, но и в театре, это повышает их шансы найти себе проект уже в прайм-тайм. Так что, я думаю, продюсеры присматриваются к этой талантливой молодой актрисе и, скорее всего, в следующем сезоне у нее будет уже сериал в прайм-тайм. Турецкий сериал «Беспощадный» с Чатаем и Лусоем в главной роли продолжает пользоваться большой популярностью на YouTube. Первая серия за 8 месяцев собрала более 20 миллионов просмотров. 13 серий имеют более 7 миллионов просмотров, а 7 серий превысили отметку в 6 миллионов. Для сравнения «Красные бутоны» 15 миллионов просмотров первой серии, «Клюквенный шербет» 19 миллионов просмотров, «Жемчужные зерна» 20 миллионов и сериал «Бахар» самый популярный сериал, который сейчас демонстрируется на турецком телевидении 21 миллион просмотров. Удивительно, но, похоже, Чаатай Лусоев все-таки остается цифровой звездой. Как он ушел с телевидения, так он и остается на цифре, даже несмотря на то, что он пытался вернуться на телевизионные экраны, но смотрят его в основном именно в цифровом формате и, разумеется, для продюсеров это более выгодно, поскольку зрители на цифре гораздо более платежеспособны, а значит, доходы с подобных платформ, в том числе и с YouTube, гораздо выше, чем доходы на телевидение, которые еще приходится делить с телеканалами. Именно поэтому Чаотай, несмотря на то, что сериал «Беспощадный» не был хитом в Турдизе, но, кстати, провалом он тоже не был, он имел средние показатели, является самым высокооплачиваемым актером Турции. Для продюсеров неважны рейтинги, важно, сколько актер им принесет, а с цифровыми заработками плюс, учитывая тот факт, что Чаотай является одной из самых активно продамаемых звезд Турции на международном рынке. Естественно, продюсеры уверены, что затраты даже очень большие на этого актера им удастся отбить. По словам Берсена Алтунташ, судьба сериала «Плохая кровь» Катюкан будет зависеть от рейтингов четвертой и пятой серии. Если просмотры не увеличатся, сериал могут завершить. Собственно, о чем я вам говорила еще весной. Четыре серии, а дальше либо сериал закрывают, либо продлевают. Возможно, в сериалу «Плохая кровь» еще и повезет. Если на смену не будет никакого нового проекта, то, возможно, покажут пятую или шестую серию. Но это в том случае, если не подготовят что-то на смену. Пока, увы, ситуация с сериалом выглядит довольно плачевно, и я думаю, что все-таки уже готово решение о закрытии. Просто не хотят сообщать, чтобы люди не разочаровались и не ушли, как это обычно бывает в Турдизе, когда последнюю серию вообще никто не приходит смотреть. Шестой сезон сериала «Основание Осман» с участием 12 новых актеров стартует 2 октября. Бурак Асчевит продолжит исполнять роль Осман Бея. В проекте появятся 12 новых лиц, включая Али Сюрмели, Асгюра Чевика, Буче Бусе Караман, Фейзу Ишик, Экина Мерта Даймаза, Али Ансюса, Эрдема Шанлы, Саната Дурсуна и других. В общем-то, это достаточно типичная ситуация для Мехмета Баздаа, который каждый сезон своего исторического сериала как бы начинает историю заново. Это позволяет сериалу удерживать высокую планку и продолжать пользоваться вниманием турецких зрителей. Елдыс Чары Атиксой не будет принимать участие в новом сезоне. Как вы знаете, она стала мамой и Малхун Хатун в новом сезоне не появится. Но в целом ведущие актеры продолжат работу над проектом, так что нас ожидает новый интересный сезон, который, скорее всего, все-таки станет для Пурака Щевита последним. Ну а затем начнется история сына Османа Бея Архана. Его роль будет исполнять уже другой актер, но пока нам неизвестно, кто же сыграет эту роль. Барыш Артуч, который встретился с турецкими журналистами, объявил о своем новом проекте. Это будет мини-сериал на цифровой платформе, съемки которого начнутся в ближайшее время. Насколько я понимаю, это не тот фильм, о котором я говорила, «Господин ужас» это другой новый проект, о котором, кстати, говорила Версена Алтунташ. Кстати, Барыш упомянул, что у его жены Гюпсе Азай очень напряженный график работы, она работает на собственном проекте, и он еще не знает, сможет ли он сыграть вместе с женой. Он всегда поддерживает Гюпсе, но пока такого предложения ему не поступало. То есть, цифровой сериал, в котором он будет сниматься, никак не связан с проектами Гюпсе. Продюсер компании Голдфильм Фарук Тургут сообщил, что компания планирует завершить сериал «Красные бутоны» в конце этого сезона и третьего сезона не будет. Замечательное и очень правильное решение. Как мы знаем, чем больше растягивается сюжет, тем меньше в нем логики. Лучше всего, конечно, если бы сериалы ограничивались одним сезоном, но если у сценаристов есть что сказать, пусть будет два сезона, но третьи сезоны обычно уже совершенно лишние и люди, которые с большим энтузиазмом относились к первому сезону и, возможно, смотрели второй, на третий уже просто сил никаких не хватает, чтобы оставаться с любимыми актерами. Очень часто жалуются, что сериал испортили. Так что я рада такому решению, хотя, скорее всего, оно принято было не исходя из творческих каких-то моментов, а просто потому, что Асжан Денис и Асгюн Амаль слишком большие звезды, чтобы оставаться в сериале на несколько сезонов подряд. У них наверняка есть другие приложения, и больше двух сезонов они просто не будут работать. Ну а без них этот сюжет, увы, потеряет свою привлекательность для турецкого зрителя, несмотря на то, что в нем заняты великолепные молодые актеры. Так что я думаю, что ситуация, в общем-то, правильная, и закончить вовремя на хорошей ноте сериал, и я надеюсь, что с хорошими рейтингами, будет самым хорошим решением. Теперь давайте посмотрим на рейтинги сразу за два дня. Как вы знаете, вчера не было нашей передачи, я отдыхала, но теперь наверстаю сразу за два дня. Сериал Клюквенный Шербет потерял в Тотал и в АБ, причем в АБ более 1%, падение неприятное, но в начале сезона все прошлые заслуги как бы обнуляются, и проектам вновь предстоит доказывать, что они нужны турецким зрителям. Битва предстоит сложная, и я надеюсь, что сценаристы достойно ее выдержат, пока есть нарекания по их части. Сериал Зимородок не очень много потерял в Тотал и в АБ, но это очень неприятное падение, учитывая, что они не смогли остановить это падение весь второй сезон, и, похоже, зрители вовсе не убеждены, что в третьем сезоне Овчинка стоит выделки. Первая серия многих разочаровала, но посмотрим, справятся ли новые сценаристы с надвигающейся катастрофой. Конечно, было бы очень неприятно ползти по рейтингам в самом низу, пока еще такой опасности нет, все-таки в Тотал рейтинге больше 4%, но если они будут так падать, то к Новому году может быть достаточно большой минус и возможное закрытие. Надеюсь, такого не случится. Сериал «Плохая кровь» немного подрос, проект отчаянно сопротивляется, но, по слухам, руководство телеканала НАУ уже готово поставить на нем жирный крест. Так что, как и говорил Аберсен Алтунташ, ближайшие две серии станут решающими. Сериал «Легенда о черном дереве» вырос в Тотал, но потерял ВАБ, в обоих случаях не очень много, цифры, конечно, не очень хорошие, но государственный телеканал, а значит уверенность в завтрашнем дне. Скорее всего, до Нового года ничего с сериалом не случится, он останется в эфире, ну а дальше все будет решать наличие или отсутствие у телеканала ТРТ-1 новых сериалов ему на замену. Пока что-то особого энтузиазма по этому поводу нет. В субботу сериал «Гора сердца» вырос на более чем 1% и в Тотал, и в АБ. В общем, уже 5 лет подряд турецкие зрители вновь и вновь возвращаются к любимому сериалу, он, конечно, не пользуется особым популярностью за рубежом, но остается одним из самых рейтинговых в турецком эфире и этого достаточно. Я думаю, что и этот сезон будет таким же успешным, как и предыдущий. Сериал «Дикий» потерял в Тотал и в АБ. Похоже, турецкие зрители совершенно не вдохновлены новой историей и не жаждут окунуться опять в мир мстюнов и городских свалок. Этого им хватает и в Лейле, которая, кстати, пользуется популярностью. Но с такими рейтингами на канале «Долго не живут», скорее всего, две-три серии и «На выход». Так что я думаю, что актеры уже задумались о смене работы и подыскивают себе новые проекты. В субботу также была одна новая премьера. Это сериал «Слепое пятно». Стартовал он очень скромно в обеих категориях. Особого энтузиазма у турецких зрителей не вызвал. Кто-то даже поспешил назвать проект продюсера Асмана Синава самым слабым из всех новичков. Но справедливости ради я замечу, что сериалом занимается не сам господин Синав, он, к сожалению, сильно болен, а его сын. Видимо, это и сказалось на конечном результате. Но все покажет динамика. Бывает, что сериалы начинаются очень низко, а затем раскручиваются. Например, так произошло с сериалом «Не отпускаемую руку» или сериалом «Клюквенный шербет». Но если цифры упадут и на следующей неделе, то значит долго в эфире этот проект не продолжится. Будем наблюдать. Субтитры создавал DimaTorzok «Клюквенный шербет» «Клюквенный шербет» «Клюквенный шербет» Итак, наш новостной выпуск подошел к концу. Я встречусь с вами уже завтра с новым выпуском. А пока вы можете посмотреть мое видео с ответами на ваши вопросы о турецких сериалах и актерах по ссылке на видео, которое вы видите прямо перед собой на экране. Приятного вечера и до завтра!